Ауду биллэхи минас шейтанирраджим, бисмиллэхи ррахмани ррахим, вабихи настоин, ваху ваххайру насирин вамуин. Вассалату вассаламу аля саиды ламбияи валмурсалин, ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин аль-масумин, ва ла анатуддаимату аля адаихи маджмайин, иля к явми явмиддин. Ассаламу алейкум рахматуллах и баракяту, дорогие братья и сестры. Продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам исламских убеждений. Мы на предыдущем уроке говорили о том, что имеется точка зрения, согласно которой человек может приписывать Богу только те атрибуты, которые дошли до нас в священном Коране и в сунне посланника Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва салям и других непорочных. Это особый взгляд на атрибуты Бога и на возможность познания атрибутов Бога. Основанный на том, что только описанные в священном Коране и в сунне атрибуты можно приписывать Богу, только этими атрибутами можно призывать Бога, и только этими атрибутами можно описывать Бога, и никакими другими более. В связи с этим мы говорили о том, что имеются аргументы разума и аргументы откровения, которые опровергают эту точку зрения. Итак, что касается аргументов разума, то имеются ясные, крепкие доказательства того, что это ложное убеждение. Дело в том, что имеются понятия, имеются смыслы, которые называются контрадикторными. Контрадикторные смыслы и контрадикторные понятия имеют особое отношение между собой. Эти контрадикторность понятий и смыслов означают, что эти понятия взаимоисключают друг друга. То есть, одновременно и то, и другое истинным быть не может. Точно так же, как и наоборот, ложным быть не может. Приведем очень простой пример. Например, некий человек по имени Абдулла. Существует или не существует? Существование и несуществование – это понятия, которые имеют именно это отношение между собой, контрадикторное отношение между собой. А это означает, что Абдулла не может одновременно быть существующим и несуществующим. Точно так же, как не может быть одновременно и тем, и другим существующим и несуществующим одновременно. Это особое отношение между некоторыми смыслами и некоторыми понятиями. И это отношение диктует разуму определенное отношение ко всему. Другими словами, проще говоря, мы вынуждены, разум вынуждает нас приписывать Богу одну часть этих понятий. Например, из существования или несуществования мы непременно должны выбрать одно понятие. Непременно должны выбрать одно понятие. Контрадикторность этих понятий, контрадикторность этих отношений говорит о том, что мы не можем иначе поступить, разум этого не позволяет. Если вдруг кому-то придет в голову отрицать контрадикторность отношений некоторых понятий, и как следствие взаимоисключаемость, невозможность одновременной ложности и истинности, если кому-то придет в голову отрицать эти контрадикторные понятия, то потеряет всякий смысл как священный Коран, так и сунна посланника Аллаха. Почему? Почему, отрицая контрадикторность отношений и понятий, мы придем к результату, что и Коран не является истинным? Дело в том, что Коран является истинным только тогда, когда его ложность исключена. Представьте себе, что мы отрицаем контрадикторность понятий. И мы доказали, что Коран является истинным. Доказав, что Коран является истинным, мы не исключили, оставили возможным ложность священного Корана, точно так же, как и ложность сунны. Это следствие отрицания контрадикторных отношений между некоторыми понятиями. Поэтому контрадикторность является непременным логическим законом. И вследствие этого разум вынужден приписывать Богу определенные атрибуты. Несуществование разум Богу приписывать не может. Приписывает существование, несмотря на то, что этим понятием, этим атрибутом, этим именем Всевышний Бог не описан в священном тексте. И точно так же огромное множество других понятий, которые имеют с другими понятиями, с другой группой понятий, контрадикторные отношения. Это что касается доводов и аргументов разума. А теперь приведем довод и доказательства из священного текста, в частности, из аятов священного Корана. В одном из аятов священного Корана Всевышний говорит У Бога имеются все прекрасные имена. То есть Бог обладает всеми прекрасными именами. Так призывайте же Бога этими прекрасными именами, говорит Бог в священном Коране. Этот аят ясно и двусмысленно свидетельствует о том, что все, что с точки зрения разума является прекрасным, присуще Богу. Хотя здесь необходимо сделать небольшое отступление и уточнение относительно того, что прекрасное бывает двух видов, абсолютным и относительным. Приведу очень простой пример. Телесная красота или красота физиономии является, конечно же, чем-то прекрасным. Но это нечто относительно прекрасное. Почему? Потому что то, что не обладает телом, то, что не обладает физиономией, не может обладать этим совершенным и прекрасным качеством. И поэтому в абсолютном понимании красота физиономии или телесная красота не является совершенством, не является красотой, не является чем-то прекрасным. А телесная красота и красота физиономии являются следствием недостатка. Какой является телесная ограниченность, ограниченность телом, обладание телом? Это, вне всякого сомнения, является недостатком. Обладание телесностью и обладание телом, вне всякого сомнения, является недостатком. И поэтому это совершенное качество, как красота тела, красота физиономии, является следствием другого недостатка. И поэтому является относительно прекрасным и относительно совершенством. Что касается Бога, то Бог лишен всяких недостатков, и поэтому Он обладает только теми совершенными качествами, которые являются совершенными в абсолютном Его значении. Они являются в том или ином случае следствием того или иного недостатка. И поэтому в этом аяте священного Корана говорится, что Богу принадлежат все прекрасные качества. Вне всякого сомнения речь идет о тех качествах, которые являются абсолютно совершенными, а не относительно совершенными. И Бог призывает звать, обращаться к нему с этими атрибутами. Согласно этому аяту, все, что с точки зрения разума человека является прекрасным в абсолютном Его значении, может быть приписано Богу. Это доводы и доказательства того, что это точка зрения, которая гласит о том, что атрибуты Бога необходимо черпать только из священных текстов, из аятов священного Корана и из сунны. Это эти доводы и доказательства доказывают, что эта точка зрения является ложной. Но теперь давайте посмотрим, на чем же основана эта точка зрения, на что опираются сторонники этой точки зрения. И здесь мы, конечно же, будем говорить только о тех группах, которые имеют отношение и являются последователями непорочного семейства посланника Аллаха, то есть о шиитских ученых и шиитских мыслителях. Дело в том, что среди шиитских ученых также имеются те, которые имеют эту точку зрения. Мы не будем говорить о других, остальных течениях, представителях других течений. Итак, по этому поводу они, конечно же, в первую очередь опираются на священный текст. Они, исповедуя эту точку зрения, опираются на священный текст. И здесь мы обнаруживаем огромное количество преданий, на которые они ссылаются. Мы, конечно же, все эти предания разобрать не сможем и разберем только важнейшие из них, которые являются найдостовернейшим из них. Итак, одним из преданий, на которые эти люди ссылаются, являются предания из Усулюкафи, принадлежащие его светлости имаму Садига, который сказал следующее. И это предложение является точкой опоры этих людей. Его светлость имам Садига, сказал следующее. ИННАЛМАДАХАБАССАХИХ ФИТТАУХИД МАНУЗЗИЛАБИХИЛЬКУРАН То есть правильным учением и правильным мазхабом относительно Единобожия, относительно Бога является то, с чем был неспослан Священный Коран. И опираясь на эти слова, эти люди говорят, что согласно этим словам его светлости имаму Садига, мы должны утверждать о Боге ровно то, что сказано в Священном Коране, не больше и не меньше. То есть что-то постичь своим разумом мы о Боге не можем. Чего-то постичь разумом и логикой мы о Боге не можем. И должны исповедовать только и только то, что сказано в Священном Коране, и отсекать все остальное. То есть эти люди опираются на эти слова его светлости имаму Садига, но дело в том, что это предание, так же, как и все остальные предания, на которые они опираются, просто-напросто неправильно поняты этими людьми, людьми, которые исповедуют эту точку зрения. В частности, относительно данного предания, конкретно мы можем сказать следующее. Здесь в начале этого предания, то есть начало и продолжение этого предания, неясно и двусмысленно свидетельствует о том, что эти люди неправильно толкуют и неправильно понимают это предание. И необходимо это предание понимать в его совокупности. Дело в том, что в начале предания говорится о том, что некий человек пришел к его светлости имаму Садига, алисалат ва салам, и спросил, задал ему следующий вопрос. Сказал, что в Ираке существуют люди, которые приписывают Богу телесность. И что есть другие люди, которые вовсе отрицают атрибуты Бога. То есть это те самые две точки зрения, которые мы разбирали ранее. Его светлость имам Садига, алисалат ва салам далее говорит о том, что это ложные убеждения, это ложные точки зрения, и что правильные точки зрения являются нечто другое. И это другое было неспослано в Священном Коране. И об этом другом сказано в Священном Коране. И это та самая третья точка зрения, которую мы обсуждали ранее, дорогие братья и сестры, о которой мы говорили ранее. Согласно которому человек не может полностью объять Бога, но при этом также является ложным то, что человек вовсе ничего не может познать о Боге, что вовсе ничего не может постичь о Боге. И имам Садига, алисалат ва салам, говорит, что эта третья точка зрения была продекламирована и озвучена в Священном Тексте, в Священном Коране. Именно об этом говорит имам Садига, алисалат ва салам. Говорит о том, что отмена атрибутов и приписывание Богу телесности это ложные убеждения, это ложный мадхаб. А правильным мадхабом является то, о чем сказано в Священном Коране. А именно, что сказано в Священном Коране? В Священном Коране сказано, что Бог является могущественным, что Бог является знающим и так далее. Богу приписаны определенные атрибуты. И это свидетельствует о том, что Богов в определенной степени познать возможно. И наряду с этим в Священном Коране также сказано, что Бог не имеет себе подобных. И это третий мадхаб, это третья точка зрения. Таким образом, его святый имам Садига, алисалат ва салам, говорил о конкретном определенном вопросе. И говорил, что по этому поводу, по этому вопросу, правильной точкой зрения является то, что сказано в Священном Коране. И таким образом, это предание ни в коем образом не может быть использовано для того, чтобы доказать то, что о Боге знания мы должны черпать только и только из Священного Корана. И что разум самостоятельно постичь какие-то атрибуты, какие-то имена Бога не может. Дело в том, что, как сказал его святый имам Багар, алисалат ва салам, имена, это те же атрибуты, аль-асма уссифатун ва сифа биха нафсаху, что имена, это те самые атрибуты, которыми Бог сам себя описал. И поэтому в том же самом аяте, где сказано ва лилляхи ласма уль-хусна, что Богу принадлежат все самые прекрасные, все прекрасные имена, согласно этому преданию, здесь речь идет именно об атрибутах. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что это ложная точка зрения, что разум может в определенной степени понимать некоторые атрибуты Бога, например, как существование, о которых в священном Коране не сказано, и которые Богу не приписаны в священных текстах. На этом все. Ва салам алейкум, ва рахматуллахи ва баракету.